Всем привет, меня зовут Миха, вы находитесь на канале Томмельдан, ово длиною в целый фильм. Так сказать, получаем удовольствие глазами от превосходной графики, хоть скрин делай и на рабочий стол ставь. Музыка играет там где надо и когда надо для погружения в атмосферу. Даже парочку новых композиций есть. Что касается сюжета, вот здесь немного по порядку. Думаю, немного стоит ввести в курс дела тех, кто еще не смотрел аниме-сериал. Сам аниме-сериал представляет собой такой сборник историй или сюжетных ответвлений, где главная героиня Вайлетт или Виолетта. Вот здесь боюсь, я не знаю ответа. Пусть будет как в оригинале Вайлетт Эвергарден. Знакомится с разными людьми или выполняет свои обязанности в качестве автозапоминающей куклы. Немного предыстории. После войны Вайлетт теряет обе руки и хоть какую-либо информацию о том, жив ли ее командующий майор Гилберт Бугенвилей. Получив протезы и познакомившись с такой профессией, как автозапоминающая кукла, это девушки, в чьи обязанности входят написание писем и корректировка текста для большей части неграмотного населения города. Она решается устроиться на эту работу, чтобы понять чувства и эмоции людей, а также смысл последних слов, связанные с майором. Аниме порадовало большое разнообразие персонажей, значительная часть из которых хорошо прописана. У них есть свой характер и ветви развития. Ярким примером хорошего, как по мне, драматического такого хода является то, что главная героиня не нашла майора. И в итоге ей пришлось искать ответы самой, что случилось, и, конечно же, разобраться в собственных чувствах. Как я и говорил ранее, в каждой из таких историй наша главная героиня выступает впереди, словно пытается, как и зритель, проникнуть в истории и понять, что хранится в душе у тех персонажей. А вот касаемо Овы, Вечности, Призрак-Пера, здесь немного смещен акцент в пользу истории девушки Изабеллы Йорк. Она является наследницей дома Йорка. Девушка вынуждена посещать школу для привилегированных молодых особ. А вот Изабелла, конечно, в свою очередь считает это место тюрьмой. Здесь Виолетта выступает в роли такого репетитора для Изабеллы, постепенно раскрывая характер Изабеллы и ее связей в прошлом. То есть, с одной стороны, Вайлот сделали таким мостиком в возвращении тех потерянных связей, а с другой стороны, ее плавно начали отодвигать, давая возможность рассказать более подробно о новых персонажах. Кстати, интересный факт. После просмотра, там через несколько дней, наткнулся на Шамова Дмитрия, и в аниме как раз есть отсылка на радиобашню в Токио. Прикреплю отрывок и ссылку оставлю в описании. Кому интересно, можете сами посмотреть. В 50-х годах прошлого столетия Япония находилась в состоянии японского экономического чуда. И Японии было необходимо строение, которое символизировало бы невероятный экономический рост страны. В то же время, многие вещательные корпорации нуждались в строительстве выше для передачи телевизионного сигнала. Вместо того, чтобы застраивать ими весь город, было решено построить одну, но очень мощную башню, которая покрывала бы весь регион и соответствовала нуждам компании. Ей стала телевизионная башня Токио. За основу была взята Эйфелева башня, построенная в Париже в 1889 году, но саму конструкцию сильно переработали, чтобы она выдерживала мощнейшие землетрясения и тайфуны со скоростью ветра более 220 км в час. В июне 1957 года началось строительство, а уже 23 декабря 1958 года состоялось официальное открытие. Возможно, Ова местами может показаться многим скучной, а где-то и вовсе растянутой. А незнакомые с этим аниме-сериалом не поймут, почему главная героиня так сильно запала многим душу. Кстати, довольно интересно узнать, какая вам запала история в душу, если рассматривать целиком аниме-сериал и Ову. Как по мне, история про пожилую женщину, которая попросила написать письмо своей дочери, получилась весьма трогательной. А вы что думаете? Спасибо, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. По скрипту будет следующий ролик. У нас период последний из Дитя Погода Оста. А вот дальше уже сюрприз. Поэтому всем пока-пока. Но, мама, не кричи, я не ленивец, я прокрастинатор. На вид я сонный, но в душе так просто терминатор. Я обязательно все сделаю в последний день. Почему не сегодня? Ну, как-то лень.